Просматривают видео. Пока эффекты кузнецов, конечно же, в первой атакующей тройке. У СКА Калинин-Далман первая пара защитного, который забросил шикарную шайбу. Играют Клименко, вот он сейчас удалился. Сработают эти тренды в сегодняшней встрече. Тоже интересно. СКА и в прошлом сезоне часто нарушал правила. У Фёдорова момент! И шайба влетает в ворота Гарнета! Предупреждал я о том, что СКА здорово действует в меньшинстве. И не зря предупреждал. Забили. Второй гол принят в комплекте СКА в нынешнем сезоне. Готов он или нет? Не, вот Жига задали вопрос. Жига говорит, ну а что делать? Тем более против мастеровитого соперника. Это не комельфо, как говорят французы. И сравняли счет в матче. Подопечные Валерия Белоусова последовал пас из-за рот. Костевой бросок. И счет 1-1. Но в любом случае питерцы нарушили традицию первыми пропускать. Они сумели открыть счет в матче. Другое дело, что преимущество этого держалось недолго. Спортсмен, что имел в виду хоккеист? Если она выдумана из контекста, то зачастую она теряет всякий смысл. Удар на это пришлось втупить в игру. Отбил шайбу он щиткой. Вернее, лучшая команда по игре в чужой зоне. Шайба попала в штангу. Уверенность команде. Удачная игра в обороне, правда, придает гораздо больше уверенности. Как мне представляется, ух ты, Жига, как негодует. Федор Федоров получил повреждение. Но сам доехал до скамейки запасных. У него шужига в своем репертуаре. Покрасне можно от него сейчас прикуривать. По ошибкам должен мгновенно забывать любой профессиональный хоккеист. Хороший момент. И шайба влетает в ворота. 2-1. СКА выходит вперед. Клименко реабилитируется за удаление в начале матча. Краться подопечным Милошу Джиге до перерыва. А может быть, они постараются усугубить свое преимущество. Есть претензии, Гарне? Да, есть. Не на силу, а на точность. Пытался попасть в твор. Надежда, что рикошет может быть выгодным для его команды. Выход 2-1. Питерцы в меньшинстве великолепны. Сейчас момент был у Калинина, который подключился к атаке и успел вернуться в оборону. Ежов в ближнем бою. Хорош бежов. Отбивает шайбу. И успевает вернуться в ворота. Хорошая передача. И можно угрожать в воротам. 3-1. Гарнет. Два матча отыграл на ноль. А сегодня команду не выручает. Более того, пропускает необязательные шайбы. Как я и предполагал, Майкл Гарнет заменен. Трактор не хочет мириться с поражением. Майс Союзов имел возможность для того, чтобы послать шайбу в ворота. Хорошая передача, обостряющая на Кузнецова. Обычно Евгений реализует выходы 1-0. То, что свой шанс сейчас не смог использовать, ничего не изменяет. Ну и к тому же Калинин чуть-чуть Калинин и не дал. На пару сбили с шага Евгения. Заставили его уйти много классных хоккейстов на льду УСКА. Но это будет тоже интересно посмотреть. Бросок Афиногенова. Трактовка правильная. И можно бросать. Ну, получится обострение Бурдасов на Федорова. Сейчас момент у Бурдасова. Еще один шанс. Смотрите, что устраивает четвертая тройка. Глазыча, Федоров, Бурдасов имели шансы. Ежов выкатился. Да, он поймает шайбу. Бросок, рикошет. Крайне неприятный для Фокина. И Панов убегает по центру. Выход 1 на 1 с Ежовым. Не надо бить клюшкой по борту. Можно за это получить штраф. Молот. Он молод. И все у него еще впереди. Он был открытием предыдущего сезона. Агарнет возвращается в ворота. Вот это неожиданность. Фокин травмировался. Необходимо в своей амунице. Смотрим повтор. Панову нужно похвалить за то, что набрал отменную скорость. Знаете, нелепые головы пропустили. Вроде бросаем. Наверное, как-то бесхитростно. Нужно сейчас забить второй гол. И я думаю, дожмем, получится все. И тяжеловато пока чуть играть. Шепа подпрыгивает непослушная. И вот момент у Якуцени. Попадает он в щиток Ежову. Нет, не нужно так переживать. Сегодня забросил он еще и был необычайно полезен у своих ворот. Ежов не смог спасти после повторного броска Кузнецова свою команду. Кузнецов красавец. Третья шайба в нынешнем сезоне. Три матча, три гола. Еще он сделал одну результативную передачу сегодня. В большинстве, когда его команда забросила, шайба на четвертой минуте. Я обещал, что интрига будет до последних секунд. Так и случилось. Первый бросок Кузнецова. И смотрите, как здорово он владеет. Не только клюшкой, но и каньками. Резко притормозил. А Семенов не сумел сделать столь. На Кузнецова. А на пятачке никого. Бросок. Отбивающая бубленом Ежов. Можно добивать. Галкипер СКА на коленях. И не проходит обостряющая передача на Рябыкина. Тает время. И звучит сирена. СКА добивается третий подряд. Галкипер СКА на коленях. И начинка.